В маскалатах с автоматом и вещмешком на спине. В такой амуниции студенты Сыктывкарского политехнического техникума сегодня отправились в поход на лыжах. Эту небольшую экспедицию молодые люди посвятили памяти бойцов лыжных батальонов, уроженцев Коми. Отдельные из них были сформированы в первый же год Великой Отечественной войны. Им достались самые жаркие бои, выжили немногие. Ребята военно-патриотического клуба пытались воссоздать те условия, в которых воевали наши земляки. Елена Кононова о подвиге, который невозможно забыть. В руках Николая Шавкопляса планшет с картой района боевых действий в Волховском направлении, где в Великую Отечественную воевал 86-й лыжный батальон. Снежная кавалерия была почти полностью сформирована из архангелогородцев Волокжан и Коми. Бойцы совсем еще мальчишки 18-19 лет. Из Коми-края в основном ижемцы, которых с малых лет приучали к охоте. Они были крепкими и выносливыми, хорошо бегали на лыжах и ориентировались в лесу. Наши лыжные батальоны выходили здесь и наносили удар по тылам противника. Мобильные, незаметные для противника. Они белыми призраками пробирались в тыл фашистов для подрывных работ. Наносили удары по коммуникациям. Их главной задачей было сорвать планы гитлеровца по окружению и взять у Ленинграда. Из таких рейдов мало кто возвращался. Зачастую это был поход в один конец. Самые подразделения были малочислены. И, конечно же, вести бой с превосходящими силами противника – это очень было тяжело, конечно. Потом ведь они вели сражения только со стрелковым оружием. А против них была и авиация, и артиллерия, и танки были, и крупные силы пехоты противника. И поэтому, конечно, они несли потери. Они несли потери. И в результате практически весь батальон полег на полях сражения, вот именно под Ленинградом. Маск-халаты, противогазы – вещь-мешки с самым необходимым. Походное снаряжение студентов из Сыктывкарского политехнического техникума почти такое же, как у бойцов-лыжников. Есть и саперная лопата. Настоящая. Она бывала в боях. Поисковики нашли ее под Смоленском во время вахты памяти. На ногах у ребят, правда, вместо деревянных лыж – пластик. Нет и пулеметов, и минометов. Только автомат забинтованный. Автоматы бинтовали для того, чтобы их не было видно издалека при светлой времени дня. В валенках – шинели с большим воротником и петлицей с двумя кубарями. Младший политрук Василий Елисеев словно из кинофильма про войну. Представитель клуба «Живую историю» Войпель свою экипировку собирал по частям из антикварных магазинов и рынков. Но в такой амуниции, говорит, лыжникам бегать неудобно. Использовались телогрейки, ватники, ватные куртки. И, конечно же, все лыжные батальоны, которые мы сегодня как раз реконструируем, они были в масхалатах. Потому что главная задача – это была диверсионная деятельность и передвижение скрытное, в том числе и в телах противника. Чтобы максимально приблизиться к тем условиям, в которых воевали наши лыжники, участники похода пошли не по готовой лыжной трассе, а по сугробам, через буреломы с тяжелым грузом на спине. «Вы знаете, на самом деле, когда только надеваешь на себя любую часть экипировки, обмундирование, рюкзак, сумку, уже возникает какое-то такое ощущение, что ты пытаешься примерить на себя судьбу солдата. И я своей задачей ставлю именно вот этот вопрос. Посмотрите, ребята, как это непросто. А вы еще идете с пониманием того, что вы, скорее всего, не вернетесь. Скорее всего, не вернетесь. То есть вы попрощались с Родиной насовсем». Этот поход – повод не только вспомнить тех, кто ковал победу Великой Отечественной. Важно, чтобы молодежь как можно больше знала о том, как все было на самом деле. Лучший способ это осознать – примерить на себя. Елена Кононова, Павел Люльянмин, Телеканал Юрган.